Здравствуйте! Час новостей на 12-м канале студии Любовь Фёдорова и коротко о главном. На сегодняшнюю ночь и день вчерашний работало более 300 единиц техники и более 370 человек. В Омске усиливают борьбу со снегом и льдом. Вышла на пенсию и стала главарем семейной преступной банды. Что-то в гражданском обороте иметь, наркотики, деньги, добыты неприступным путем. Нет ничего. Пожилая Амичка вместе с сыном продавала наркотики. Новый год в мандариновом цвете. Здесь работают настолько творческие, энергичные люди, которые вписываются просто в историю. Юные омские художники создали уникальную экспозицию авторских картин. В эти минуты глава государства отвечает на вопросы журналистов и россиян. На прямую линию с президентом поступило более двух миллионов вопросов. Владимир Путин уже сделал ряд важных заявлений. Так, например, необходимости во второй волне мобилизации в России нет. Президент отметил, что ежедневно полторы тысячи человек заключают контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны. За этот год добровольно в ряды вооруженных сил записались почти полмиллиона россиян. Мобилизованные бойцы сейчас достойно несут службу. Более 240 тысяч человек в эти минуты находятся непосредственно в зоне проведения спецоперации. Отвечая на вопросы о льготах для тех, кто защищает сейчас отечество, президент озвучил свою принципиальную позицию. Вот это по некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Может быть еще вернемся к этому. И я уверен, депутаты Государственной Думы 100% поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать. Мы обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и все получали одинаковую поддержку со стороны государства. Очень большой блок касался и спецоперации жизни в новых российских регионах затронул президент и тему кадров. Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 миллионов, для фельдшеров до 1 миллиона рублей. Озвучил президент и некоторые основные показатели экономики России. Так уже с 1 января МРОД будет повышен сразу на 18%, ну а к концу года рост ВВП составит 3,5%. Как отметил Владимир Путин, это хороший показатель, значит удалось отыграть падение прошлого года и сделать достаточно серьезный шаг вперед. Рост инвестиций в основной капитал 10%, гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу. Уровень безработицы 2,9%. Такого никогда не было в истории России. Промышленное производство растет уверенно 3,6%. Но что особенно радует, это растет обрабатывающая промышленность. 7,5% будет по году. У нас давно такого не было. Реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Но в среднем по стране это статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Общение с президентом продолжается. В Москве работает съемочная группа нашего канала. Все подробности и важные заявления сегодняшнего общения Владимира Путина с журналистами и жителями страны в прямом включении в 19 часов 30 минут. К другим темам находятся под постоянным наблюдением врачей. В Омском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва в Морозовке людей. В больницу после отравления угарным газом накануне госпитализировали 7 человек. Среди них есть и дети. Как сообщили в ведомстве, пациенты получают все необходимое лечение. Напомню, утечка газа произошла в одной из квартир в двухэтажке в селе Морозовка Омского района. В этот момент в ней находились мать и сын. Они погибли, пострадали и соседи. Добавлю, что ранее стало известно, газовое оборудование уже выходило из строя. Приходилось даже ограничить подачу голубого топлива. Правоохранители продолжают проверку. Морозы отступают, и городские службы вновь усиливают уборку города от снега и наледи. Аномальные холода внесли коррективы в работу бригад в приоритете улицы с наиболее плотным транспортным трафиком и общественные места. С постепенным потеплением на уборку города дорожники выходят уже в полном составе в круглосуточном режиме. С подробностями Константин Лондон. Удивительно, но вполне объяснимо. Днем на дорогах спецтехнику увидишь не так часто. Все потому, что основную работу проводят поздним вечером и ночью, чтобы не создавать заторы, особенно в часы пик. В светлое время суток, аккуратно двигаясь по краю проезжей части, очищают выходы к пешеходным переходам и остановке. В 30-ти градусной холода полноценно заниматься вывозом снега было невозможно. Из-за морозов техника просто могла выйти из строя. Поэтому в данный период преимущественно шла обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. Я прям очень рада, что у нас наконец-то занялись дорогами. По крайней мере, у меня не возникает таких проблем. Я нигде не буксую, не забуксовываю. Технику вижу, да. Иной раз проб такие прям создают, что... Ну, работают, вижу, что прям убирают. Также в дневное время бригады рабочих и спецтехника уходят на очистку пешеходных зон. Снегопады, оттепель и резкое похолодание стали настоящим испытанием дредорожников. Поэтому сейчас предстоит убрать то, что не успели до наступления морозов. Даже на работу еду на автобусе, может, там чистят дороги на скопке. Ну, в последнее время я не замечаю мест, где прям завалено снег. Всё достаточно хорошо. Только за последние сутки с Омских улиц вывезено почти 7 тысяч кубометров снега для обработки проезжей части и тротуаров. Израсходовано более 2000 тонн песко-соляной смеси. На сегодняшнюю ночь и день вчерашний работало более 300 единиц техники и более 370 человек. Производится вылазь снежных масс, также и механизированная, и срезка колейности. Зимнее содержание города-миллионника сегодня требует больше сил и средств. Поэтому городские службы сейчас занимаются расширением штата сотрудников. Чтобы нарастить объёмы работ по зимней уборке города, управление дорожного хозяйства и благоустройства сегодня используют не только собственную технику, но и привлекают дополнительные единицы. Для этого заключаются контракты с частными организациями. Так, уже в ближайшее время задействуют ещё порядка 20 самосвалов. Всё это должно ускорить вывоз снега с Омских улиц. Стало известно, какие дороги будут перекрыты в городе в новогодние праздники. Так, из-за рождественского полумарафона с 9 утра 6 января будет запрещён проезд по улице Ленина на участках от Интернациональной до Площади Победы, включая Соборную площадь, Банковский переулок и улицу Певцова. Действовать ограничения будут вплоть до 9 вечера следующего дня. Ну а уже в день проведения самого полумарафона 7 января закроют проезд на Ленина, на участке от Площади Победы до Лермонтова. А вот по Герцена, Щербанёва, Партизанской, Думской, Ивана Алексеева и Красина движение ограничат частично с 12 дня до 5 вечера. Отмечу, что в местах проведения спортивного праздника будет запрещена и парковка. Семейный при этом криминальный бизнес. В Омске задержали мать и сына, которые продавали наркотики. С ними на дело выходил еще один знакомый. Что-то в гражданском обороте имеете? Наркотики, деньги, добытые неприступным путем? Нет, ничего не имею. Пенсионерка утверждает, что к делу не имеет никакого отношения, однако в ходе личного досмотра у нее в сумке обнаружили героин. Такие же пакетики полицейские нашли и у других членов группировки. Всего в рамках расследования было задержано 7 человек. Трое из них продавали зелье оптом, остальные выполняли роль курьеров. Вы имеете при себе что-то запрещенное? Да. Что? Имейте при себе что-то запрещенное? Да. Что? Наркотические средства. Не надо никуда лазить, ничего? Какие? Героин. Для чего храните его? Для чего он у вас? Для того, чтобы повозить его в определенном, в каком-нибудь месте. У вас какой интерес был, вообще-то, выполнять данную работу? Как все деньги и средства получал ваш товарищ? В ходе обыска квартиры пенсионерки найдено еще полкилограмма героина. Это почти 10 тысяч доз. Расследование продолжается. Предприимчивость семье и их подельникам грозят внушительные тюремные сроки. Ключи от новой техники и заслуженные награды. В Омске подвели итоги работы территориальных органов МЧС России в Сибирском федеральном округе. Губернатор Виталий Хаценко поблагодарил представителей Омского гарнизона, сотрудников МЧС, работников областной противопожарной службы и других ведомств. Каждый внес свой вклад, отметил глава региона. К участникам сбора в режиме видеоконференц-связи обратился и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Он отметил непростой труд спасателей. Отличившимся сотрудникам вручили заслуженные награды, а руководителям частей ключи от новой техники. По Омской области практически все показатели оперативной обстановки находятся в положительной динамике. И это очень радует. И не зря вот это подведение итогов было организовано, проведено именно в нашем западном регионе Сибирского федерального округа. Здесь и есть за что сказать спасибо. На фабрику талантов в 4 года в Омском концертном зале прошел настоящий предновогодний карнавал. Главные звезды, дети, юные артисты представили целый музыкальный калейдоскоп, хор, фольклор, хореографию и даже оркестр побывали на праздники и наши корреспонденты. Ну-ка, приходь с собой, вот из-за него подарок раз. Ну, это же мой объем. Зная сосулька украла детские письма с пожеланиями для Деда Мороза. И теперь Снеговичку, почтовичку придется немало потрудиться, чтобы вернуть их и спасти праздник. А помогут ему в этом юные артисты. Такова завязка новогоднего представления – время, когда творятся чудеса, подготовленного Омским государственным детским ансамблем. Это отчетный концерт. Коллектив традиционно дает их раз в полгода в преддверии Дня защиты детей и новогодних праздников. Мы уже привыкли удивлять зрителя новыми творческими открытиями. И нам приятно поделиться своими новыми номерами с нашей омской публикой, с нашими сверстниками, воспитанниками всевозможных музыкальных и детских школ искусств. В программе частушки, вокальные, хоровые, хореографические и инструментальные номера. На сцену вышли даже самые маленькие артисты от 4 до 6 лет. На их фоне 9-летний Иван смотрится опытным профи, хотя и признается, до сих пор нервничает перед выступлением. Когда много зрителей, я немного волнуюсь, но я всегда вспоминаю, что там мои родные. И я собираю себя в руки. Сейчас в ансамбле занимаются более 200 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Юные артисты всегда следуют девизу своего ансамбля. Пусть все пути и дороги на свете будут открыты талантливым детям. Выступает не только в Омске. Он активно гастролирует по России, выигрывает самые престижные премии, призы на фестивалях всероссийского уровня. И, конечно же, он любит выступать в районах Омской области. Там его всегда любят, ждут. Всего за этот год Омский государственный детский ансамбль участвовал в 58 культурно-массовых мероприятиях, включая 15 сольных концертных программ, класс-концерт и выездной мастер-класс по народному танцу в Челябинске. Юлия Комарова, Денис Жарков, 12 канал. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Мачта раздора. Мы хотим, чтобы пришло начальство, нам объяснило, что вы здесь хотите сделать. В городке Нефтяниках люди бунтуют против вышки сотовой связи. Кому может навредить многометровая антенна и что по этому поводу, говорит закон. Поменяли лес на город. Не надо пытаться покормить диких красавиц домашней едой. Тиграциозные животные очень пугливы и от сильного стресса могут даже погибнуть. В Омской области нашествие косуль. Что заставляет их выходить к людям? И почему грациозное животное становится объектом издевательств со стороны человека? Гигантские мандарины и авторский перформанс. В Омске открылась четвертая областная выставка работ молодых художников. Особенность этого года – яркий новогодний цвет. В работах ребят преобладают оранжевые оттенки. Это объемные арт-объекты, которые можно использовать как фотозону, так же фигуры по мотивам произведения кисти Анри Матисса «Танцы». В экспозиции о мечи могут оценить работы полюбившихся многим молодых авторов, таких как Михаил Минин, Святослав Капралов, Алиса Кусакина. Так же познакомятся и с новыми именами. В Доме художника для посетителей проведут экскурсию и мастер-классы. Ну а сами художники поборются за право лучших в номинациях. Станковая живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и арт-объект. Молодежное объединение Омского отделения союза художников – это, конечно, я считаю, это просто достижение нашего региона, потому что здесь работают настолько творческие, энергичные люди, которые вписываются просто в историю. То есть вы – это, наверное, лицо динамики нашего Омска. Тем временем омские политики уже смогли почувствовать себя новогодними волшебниками. В Омске стартовала «Елка желаний». К всероссийской благотворительной акции присоединилась и фракция «Единая Россия». Новогоднюю красавицу установили в региональном отделении партии. На ней украшения, в которых записки, где ребята просят главного новогоднего волшебника исполнить их желания. Так юные амичи мечтают об игрушках, спортивном инвентаре. Есть и необычные просьбы встретиться с Лунтиком или же с хоккеистами из «Авангарда». Как отмечают участники партии, все, что загадали детям, обязательно будет исполнено. «Открываю желание». Мечтает о подарке сюрпризе. Я думаю, с Генарой мы свяжемся, созвонимся и сделаем великолепный подарок-сюрприз, который она на самом деле не ожидала. Сделаем все, чтобы это было очень приятно в новогоднюю ночь. Омск уступает Москве в голосование за звание молодежной столицы страны. Вот только разрыв совсем небольшой. Наш город поддержали уже почти 88 тысяч жителей, и вы тоже можете изменить статистику. Напомню, что статус молодежной столицы не просто громкое название, это мощный импульс к развитию образовательных и культурных проектов. Как показывает практика, все может измениться в считанные часы. На третьем месте сейчас Мурманск, на четвертой позиции Владивосток, Красноярск замыкает пятерку. Помочь Омску можно и в эти минуты. Для этого нужно зайти на портал «Дом молодежи» и проголосовать. Напомню, победитель получает право проводить на своей территории молодежные мероприятия всероссийского масштаба. Впервые в прямом эфире на 12-м канале митрополит омский и таурический Дионисий пообщаются с паствой. Уже завтра владыка ответит на вопросы телезрителей в рамках программы «Благовест слова пастыря». Также архипастер расскажет об особенностях рождественского поста, поделится своими впечатлениями о нашем регионе и о своих первых решениях на новом месте службы. Напомню, что в Сибири владыка уже два месяца и за это время успел вникнуть в курс дел омской епархии. Задать свой вопрос главе митрополии можно будет по телефону 8 800 770 12. Начало программы завтра в 17 часов 20 минут на 12-м канале и в эфире общественного телевидения России. Омские самбисты выиграли 8 медалей чемпионата Сибири, в том числе и высшего достоинства. На счету наших земляков целая коллекция наград всероссийских соревнований «Аэробика Сибири» и завоеванное в Москве серебро первенства России по КУДО. Подробности у Алексея Адариева. Омские самбисты успешно выступили на представительных региональных стартах. В Новосибирске прошли чемпионаты первенства Сибирского федерального округа. Представители Омской области завоевали 8 медалей. Чемпионами Сибири в своих весовых категориях стали Полина Бухмиллер и Алсу Яншина. Серебро завоевала Дарья Казанцева. В командном зачете чемпионата среди женщин наши спортсменки заняли третье место. Также Дарья Казанцева одержала победу в первенстве Сибирского федерального округа среди юниурок 18-20 лет. Бронзовая медаль на счету Алисы Кармацкой. У юношей 16-18 лет серебряную награду первенства Сибири завоевал Александр Гибауэр. Обладателем бронзовой медали стал Даниэль Михайлов. Чемпионом Сибири по боевому самбо среди мужчин стал Кирилл Савченко. Омские аэробисты завоевали 5 медалей всероссийских соревнований Аэробика Сибири. Соревнования завершились накануне в Новосибирске. Турнир собрал порядка 1000 спортсменов из 13 республик краев и областей. Амичи Варвара Кель, Анастасия Каплина, Виктория Павленко, Полина Соболева, Наталья Бахметьева, Дарья Фоменко, Евгений Нефедов и Белена Матаматханова стали победителями в танцевальной гимнастике среди юниоров. Евгения Маргулева, Анна Зайцева, Варвара Кель, Анастасия Каплина, Вероника Тимакова, Полина Соболева, Наталья Бахметьева и Дарья Фоменко поднялись на вторую ступень пьедестала в упражнении «Гимнастическая платформа среди юниоров». В индивидуальных выступлениях наш спортсмен Евгений Нефедов завоевал серебряную награду среди юниоров. В смешанных парах Евгений Нефедов и Милена Матаматханова заняли второе место. Также Милена Матаматханова стала бронзовым призером среди юниоров в индивидуальных выступлениях. В Москве прошло первенство России по кудо среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Представитель Омской области Никодим Веревкин завоевал в столице серебряную медаль национальных соревнований возрастной категории 14-15 лет. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра 15 декабря в Омске малооблачно. В ночное время 21-23 градуса ниже нуля. Днем до минус 22 в районах. Переменная облачность ночью минус 22-24. Дневная температура до минус 22. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 775 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин